Оживлённые дебаты на заседании Центральной избирательной комиссии. Яблоком раздора послужило внесение поправок в регламент о работе камер наблюдения в день выборов. В частности, было предложено в первом туре использовать их только при открытии и закрытии участков, а во втором – в течение всего дня. Всё дело в том, что у накопителей слишком мало памяти, всего 64 гигабайта, и, соответственно, они не могут снимать всё. В эти управления нам сообщили, что ёмкость камер и флэшек в них в условиях средней съёмки избирательного процесса может составлять 40 часов, а в случае, когда проводится и тестирование, может быть использовано определённое количество этих флэшек. Некоторые члены ЦИКа заявили, что правила на всех турах выборов должны быть одинаковыми. То есть, первый тур на видео снимать не будут? А вы знаете, господин Чимил, что Конституционный суд будет подтверждать законность этих выборов, если один из конкурентов попытается доказать фальсификацию в день голосования, из-за которой он не прошёл во второй тур, что вы скажете КАЭС? По словам бывшего министра юстиции Олеси Стамати, проблема возникла из-за того, что не были соблюдены определённые процедуры при госзакупках. Люди, которые приняли предложение и расписались за камеры, не отвечающие специфики, в первую очередь несут ответственность за всё наше обсуждение. Между тем, секретарь ЦИКа Максим Лебединский заявил, что нет необходимости снимать процесс голосования в течение всего дня, поскольку на участках будут наблюдатели. Я не понимаю, к чему этот цирк, и это несерьёзное отношение ко всем коллегам. Я прошу, чтобы по этому вопросу был избран секретарь заседания. Я покидаю собрание. В итоге предложение отклонили. В силе остался прежний регламент, согласно которому процесс голосования в воскресенье будут снимать, как и на предыдущих выборах, только в момент открытия и закрытия участков.